Прикорм Прикормом принято называть все продукты помимо грудного молока. У детишек, находящихся на грудном вскармливании, прикорм мы вводим с 5-6 месячного возраста. У детишек-искусственников можно вводить чуть пораньше, с 4-5 месячного возраста. И не забывайте один важный момент. При введении прикорма обязательно малышу сразу же дается вода. Итак, первым прикормом для малышей мы, как правило, выбираем овощи. Давайте начнем с классического прикорма. Первый прикорм, как правило, или кабачок, или цветная капуста. Мы выбираем какое-то одно кормление, например, 14 часов. И к этому времени готовим кабачок. Вы можете купить кабачок, или цветную капусту, или любую другую овощ в баночке. Но я хочу разобрать, как приготовить самим. Итак, мы делаем какое-то небольшое количество кабачка. Отвариваем до 20 минут. Не солим, не добавляем масла. Отварили. С помощью блендера сделали гомогенное пюре. И в какой-то прекрасный день, в 2-часовое кормление, мы даем одну четверть чайной ложки этого пюре. Вы можете дать его до кормления, можете дать в середине кормления. Одна четверть чайной ложки. И сутки смотрим, как малыш ее перенес. Если у вас все в порядке, если не появилась сыпь, не изменился стул, не появился запор, или стул не стал жидким, малыш спокоен, животик не дует, значит, через сутки ровно вы можете дать половину чайной ложки. Еще через сутки одну чайную ложку и так далее. За неделю мы увеличиваем до примерно 40-50 грамм. На следующей неделе ровно в это же время мы в кабачок добавляем чуть-чуть цветной капусты. И точно так же за неделю мы вводим капусту 50 грамм. Постепенно, постепенно, постепенно прибавляя, внимательно наблюдая за ребенком, за его реакцией. Через неделю туда же можно добавить и морковь или картофель. Как вам угодно. И тогда у нас уже через три недели получается объем кормления примерно 180 миллилитров, который как раз и необходим вашему малышу. Поэтому в это кормление грудью уже можно не докармливать. Дальше, когда ребенок привыкает уже к овощам, мы переходим к введению следующего прикорма. Это каши. Каши у нас всего три на выбор. Гречневая, рисовая и кукурузная. Как правило, первая каша – это гречневая. Мы выбираем любое другое кормление. Как правило, родители выбирают кормление в 10 часов утра. И точно так же, совсем с небольшой порцией, а именно с одной четверти чайной ложки, мы начинаем вводить кашку. Если вы предпочитаете покупать специальные детские кашки, пожалуйста, вы можете растворить их или на своем молочке, или на смеси, которую ребеночек кушает, и дать одну четверть чайной ложечки этой каши перед началом кормления или в середине его. И за неделю мы можем довести объем кормления каши до 180 мл. В итоге, через месяц от начала ведения прикорма к шести или к семи месяцам ребенок кушает у нас овощи и кашу. Следующий прикорм, как правило, в 6 часов вечера, и это вторая каша. Если первая была гречневая, значит, вечером даем рисовую. Разнообразие продуктов на первом году жизни ребеночку совершенно не нужно. Ваша задача обеспечить минеральный состав, колораж и хороший состав по белкам, жирам и углеводам. Естественно, у каждого ребенка, как у любого человека, есть предпочтения вкусовые. Но поверьте, что не стоит идти в них на поводу. На первом году жизни ребенка для нас главное здоровье. Итак, в 6 часов вечера мы вводим вторую кашу заменяем полностью 3 кормления. Конечно, вы не даете грудь после кормления, и автоматически происходит снижение выработки молока. Ну что ж, это нормальный физиологический процесс. В любом случае у вас остается утреннее кормление, вечернее кормление. И поверьте, что вы будете кормить грудью столько, сколько вы захотите. Не забываем про воду. Можно давать не просто воду, а варить компот из сухофруктов. Если вы хотите сварить компотик ребенку, значит, нужно взять 4 ягодки чернослива на 200 мл воды. Сварить минут 15, потом процедить и давать эту водичку ребенку. Точно так же туда можно добавить и курагу. Только не сразу, а через неделю. Почему такое правило? Потому что, к сожалению, очень часто в последнее время дети страдают псевдоаллергическими реакциями, сыпьями на какой-то продукт. И для того, чтобы не исключать все сразу, потому что ребенок должен получать полноценное питание, мы понимаем, каким образом он реагирует на каждый продукт и исключаем именно тот продукт, на который есть реакция. Четвертый прикорм – это мясо. Его начинать следует с 7 месяцев. Как правило, в это время у малыша уже прорезывается первый зубик. Добавляем мясо в овощи. Вы помните, что у нас овощное кормление в 2 часа дня. Предпочитаем нежирные сорта мяса – индейка, кролик. Они самые гипоаллергенные сорта. Если вам трудно приготовить настолько гомогенное пюре, чтобы было комфортно вашему малышу, значит, можно купить и продукцию для малышей первого года жизни, которая в большом количестве предоставляется в наших магазинах. Мясо, как я уже сказала, добавляем в овощи. И за неделю доводим до 50-60 грамм. Следующий наш прикорм – это творожок. Творожок ребенок должен съедать 50 мл каждый день. То же самое правило используем. Вводим все очень постепенно. За неделю достигаем объема 50 мл. Его можно давать в утреннее кормление, перед кашей или после нее. Следующий прикорм – это фрукты и овощи. Сначала в рационе малыша появляются фрукты, фруктовое пюре, примерно в возрасте 9 месяцев. Можно дать яблочко, самое лучшее в запеченном виде, кислые, гипоаллергенные сорта, например, антоновка, семеринка. Если очень кисло, можно немножко подсластить фруктозой. Соки свежевыжатые желательно разбавлять хотя бы в два раза, просто кипяченой водичкой. Если вашему малышу 9 месяцев, значит, он может съедать 90 мл фруктового пюре и 90 мл сока. Но помните главное правило введения прикорма. Все вводится очень постепенно. За неделю мы достигаем этого объема. Кефир детям назначают с 9 месяцев и заменяет им вечернее кормление. Объем этого кормления 200 мл. Если у вас сохраняется большой объем грудного вскармливания и вы хотите вечернее кормление оставить в грудь, значит, мне нужно пока давать кефир. Вы дадите его позже, после года. Очень важно, чтобы между кормлениями кроме воды, соков и фруктов ребенок не получал ничего. Не нужно давать печеньки, баранки, сухарики в промежутках между кормлениями. Помните, что пищеварительная система хорошо работает только тогда, когда мы даем отдых желудку. И опять же, очень большой соблазн во время ведения прикорма на первом году жизни использовать грудное вскармливание как успокоительное средство. Нет, конечно, это не так. Если вы желаете сохранить грудное вскармливание, может быть, даже немножко в ущерб прикорму, как можно дольше, значит, мы даем грудь после еды, после основного приема пищи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok